Аллилуйя! Благословляю всех вас и сегодня суббота, шаббат уже завершается, уже вечер, уже завершился, как написано в Слове Божьем, и был вечер, и было утро, день, ну в данном случае уже первый начинается день, первый день недели, очень красиво в русском языке именуемо как воскресенье, слава тебе Господь! Это одно из имен нашего Господа, нашего Спасителя Иисуса Христа, Он сказал, я есмь, воскресенье и жизнь, да, это в Евангелии от Иоанна 11, 25, воскресенье и жизнь, это прекрасные имена нашего Господа, я делюсь этим откровением и живу этим откровением уже, да, уже больше 16 лет, почти 17 лет, живу этим откровением, что Он ест действительно воскресенье и жизнь наша, слава Богу! И эта неделя была непростая, очень даже, это время было очень непростое, умер мой тесть, папа моей супруги, вот, Александр Сергеевич ушел в вечность, и знаете, да, вот, умер мой папа, умерла моя мама, брат, хранил дорогих мне людей, сейчас умер тесть, вообще, как православный священнослужитель, конечно, я много раз участвовал в похоронах, много хранил людей разных, и когда хоронишь близких тебе людей, родных, близких твоему сердцу, то, конечно, это каждый раз особенная боль, вообще, любые похороны, это такая, знаете ли, боль, и будучи священником, когда я тысячи раз участвовал в похоронах, но, знаете ли, я не могу к этому привыкнуть, каждый раз сердце кровью обливается, каждый раз плачу, даже если и не в открытую, то нашими мужскими слезами в сердце, внутри себя, и, знаете, действительно, смерть, с одной стороны, в Писании говорится, она побеждена, повержена, смерть уже побеждена, самим Господом Иисусом Христом, с одной стороны, да, это так, да, вообще, это правда, это истина, я верю в это, верю в это безоговорочно, верю в это всем своим сердцем, всем своим существом, естеством своим, как новое творение, как Сын Божий, как Дитя Божий, я верю в это, с другой стороны, как христианин я вижу вокруг разгул смерти, и особенно, когда совершаются похороны, каждый раз понимаю, что, да, смерть еще собирает свой страшный урожай. Прошло уже много времени, друзья, истории человечества, согласно Библии, почти 6000 лет, на дворе 5780 год, от сотворения мира, и, знаете, за эти почти 6000 лет нашей с вами истории, истории человечества, начиная от нашего пращура, нашего праотца Адама, и нашей пра-пра-пра, много раз пра-пра-мамы нашей Евы, смерть собирала и собирает свой страшный урожай, и болезни, проклятия, то, что мы называем христиане первородным грехом или последствием греха, то, что в еврейской традиции именуется Эцарара, злое, начало, и это, конечно, факт. Вот, но есть и другой термин, есть термин, который еврейски переводится как исправление мира, Тикун-улам. Тикун-улам. Исправление мира. С этой мечтой жил Адам, я в это глубоко верю. Он не мог жить вне этой мечты, видя гибель мира, постепенное, постепенное, поэтапное уничтожение этого мира, деградацию, разрушение. Он не мог об этом не думать, видя смерть своих детей, внуков, правнуков, праправнуков. Адаму суждено было жить очень долго. Ну, в небесном измерении, конечно, да, он даже тысячи лет не прожил. Он даже одного дня, получается, в небесном измерении не прожил. Потому что написано, что тысячи лет здесь на Земле, как один день. И один день, как тысячи лет. И он прожил, да, почти тысячу лет. И жена его, наша прамама, Ева, прошла тоже почти тысячу лет. Но не дожили до тысячелетия. Они один день в небесном ангельском измерении не пережили. Но они видели много зла. Они видели много горя. Они узнали, что такое смерть. Они узнали, что такое плач. Они знали, что такое боль. И испытали эту боль. Муки. И Тикуналам исправление мира. С этой мечтой жил Авраам, Отец наш. Я в это глубоко верю. Читая Писание, читая Слово Божье, я вижу, что это действительно так. Иначе бы он так и остался в этом муре халдейском. Иначе бы он не вышел в ту землю, о которой клялся Бог дать нам потомство Его. и действительно совершалось чудо. Авраам жил этой верой, патриархи жили этой верой. И ключевой личностью в этом процессе Тикуналам является новый Адам. Личность нового Адама, самого Иисуса Христа. Иешуа Амашиах Иисус Христос. Он является действительно новым Адамом. И там на кресте совершилось великое чудо победа. И хотя и сейчас смерть собирает свой урожай по-прежнему и сегодня мы видим что зло в этом мире свирепствует, царствует и весь мир возле лежит по-прежнему, но совершилось чудо в нашей истории человеческой и страдавшееся человечество соприкоснулось оно и соприкасалось раньше, но 2000 лет назад соприкоснулось с великой тайной с нами Бог Эммануэль внутрь нас сущий Бог пришедший в этот мир ставший человеком великая тайна и знаете вот в эти дни размышляя об этом больно терять человека больно терять близкого родного человека даже страшно представить что ты не увидишь его больше в этой временной жизни в этом мире но мы взираем на невидимое видимое временно невидимое вечно и соприкосновение этого мира с другим миром другой мир более реальный мир этот мир тоже реальный да он благословенный хороший да несет в себе несмотря на разрушение зло все это смерть он несет на себе печать творца он несет на себе в нем есть облески величия бога сотворившего все это всех нас но когда этот мир соприкасается с миром более реальным с более реальной реальностью божественной реальностью то мы это называем чудом это чудо и самым великим чудом является личность Иисуса Христа личность нашего спасителя Господа нашего благоставляю всех вас возлюбленные друзья братья сестры благоставляю во имя Господа Иисуса да благоставит тебя Господь и сохранит тебя да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа Аминь 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 Божьей милостью архиепископ Сергей Журавлев из города Тулы с любовью верой и надеждой во Христе Иисусе Господе нашим благоставляю всех вас друзья во имя Иисуса Христа благоставляю во имя Божьей любви во имя нашего Спасителя во имя крови Агнца Божьего который предан был за грехи наши и воскрес воистину воскрес для оправдания нашего и он действительно есть воскресение и и жизнь я говорю воскресение подразумеваю Иисус я говорю Иисус подразумеваю воскресение я говорю жизнь подразумеваю Иисус, я говорю Иисус, подразумеваю, жизнь, слава Богу всему будущему. Смерть побеждена, и она не влавствует теперь. Иисус Господь наш, о, аллилуйя, Он наш Спаситель, и Он Царь Царей. Иисус Господь, Иисус Господь, Иисус Христос, Ты наш Спаситель, Иисус Христос, Ты наш Целитель, аллилуйя. Тикунелам. Да, исправление мира. И главной личностью здесь является Сам Иисус Христос, и Новый Завет заканчивается словами прекрасными, Гряди, Господи Иисусе, и заканчивается ожиданием новой земли и новых небес. Аминь. 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 Продолжение следует...